Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос будет исходить из того, что вы себе сами противоречите. Вы говорите, как стать уверенным в себе человеком, если родители не верят? Я могу чего-то добиться. В альтернативе уверенный в себе человек, он как бы не зависит от того, что верит в него кто-то или нет. Потому что вера другого человека, например, в вас, определяется скорее его ресурсом, а не вами. И вера в вас, другого человека, в частности родителей, вам ничего не дает. Ну, кроме какой-то иллюзии, что вы поступаете правильно. Иллюзии, что вы поступаете верно. Иллюзии, что так, как вы действуете, это норма. Чтобы стать уверенным в себе человеком, нужно доверять себе. А доверять себе, значит, принимать себя. Принимать себя, значит, перестать отрицать в себе то, что есть. Перестать считать, что вы не такая какая, да. Другая должна быть. Должны быть. Вот. В этом заключается суть того, чтобы стать уверенным в себе человеком. И уверенность, она появляется в том числе тогда, когда есть живая обратная связь от того, что вы делаете. То есть, ну, говоря, живая обратная связь, я имею ввиду эмоционально подкрепленная. Так эта связь должна быть вот именно, именно эмоционально подкрепленная. чтобы вы чувствовали, что он, что да, вот, что, что я делаю, это вот прям, что самое, что, что я делаю, это вот, прямо, прямо, вот. То, что мне нужно. Вот. Вот это, пожалуй, и есть основные моменты, которые могут сделать вас уверенным в себе человеком. Вот. Ну, это не какое-то, да. Ну, это не какое-то действие. Действие, что вот вы, там, делаете, допустим, допустим, и всё. Это определённая работа. Вот. Это определённая работа, это определённое, вот, действие. Вот. Это определённая коррекция, это определённая работа ваших представлений о себе сейчас, на данный момент. Вот. Вот так. То есть, грубо говоря, если вы хотите стать уверенным в себе человеком, то, в первую очередь, вам бодрится отделить себя от родителей, ну, разграничить. Разграничить себя и, собственно, родителей. Это очень разные вещи. Ну, вот. Вот так. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.